Нужно восстановить нормальную государственность на всей территории Украины и желательно в составе Российской Федерации. Без этого деноцификация будет невозможна. А насчет угроз, которые существуют сейчас, очень наглядно польская армия придвинулась к границам Белоруссии. Весьма вероятно, что не в составе НАТО, а в составе Польши они попытаются напасть на нашего союзника. Эта угроза тоже есть сегодня. Потому что азербайджанцы действительно нарушили перемирие и наши сказали, что они отступили обратно после того, как мы с ними поговорили. И они официально заявили, что никуда они не уходили с занятых территорий. Так что вот эта политика агрессии со стороны сателлитов американцев и в данном случае Турции, со стороны турецких прокси, которые мы называем государством, это реальная сегодняшняя опасность. И если не наказывать за это жестко и однозначно, то зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Она не нужна, она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело. Если мы этого не сделаем, нас не будет, понимаете? Вопрос стоит только так. Ну да, куда далеко ходить? Данилов на выходных потребовал открытия вторых фронтов для того, чтобы Российская Федерация не справилась с введением спецоперации на территории Украины. При этом тоже важное уточнение. Молдавия официально отказалась от введения антироссийских санкций. Грузия, удивительно, отказалась от введения антироссийских санкций. Это, конечно, тоже своего рода победа российской дипломатии. К Азербайджану действительно есть вопросы. Они на официальном уровне опровергли заявление Министерства обороны Российской Федерации. С этим следует разобраться. Ну, возможно, прямо сейчас не то время.